вот ее решали три человека да давайте хорошо и один из них как раз вот иван удалось продвинуться дальше мне очень понравилось слово которые требили что порешал вот я решил пошутить и сказал что что необходимо порешать это необходимые условия для того чтобы порешить задача но уже хорошо что необходимы при этом как я понял из присутствующих в аудитории больше никто и не удосужился порешать ну а ты тем более порешить так еще есть одна формула то полезная да вот градиент е-р я но это ладно да нет а градиент е-р вот у нас же есть такое градиент е-р да 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 градиент е-р это да да и делить на е-р вот это тоже полезная форма которой тоже тут пригодится пригодится точно сначала да ну да то есть это вот собственно и означает что это равновесное тензорное поле то есть дивергенция а равно ну может просто альфа минус бета не на платить это что нам все выводить давайте а давайте вот с этого начнем вот я напомню что на прошлой лекции мы рассматривали закон архимеда нет вот помните закон архимеда и там была дивергенция такого тензора минус п от р даже не такого р р со стрелочкой на и в идеальной жидкости тензорное напряжение шаровое и мы без труда нашли вот вот такую вот дивергенция ну скажем так минус минус неважно п от р на и ну да это вот так хорошо а если это раскрыть и константа это будет ну вот это будет тензор третьего раунда значит п на е 2 ну как градиент находится если не помню надо взять дифференциал д от п на е вот это все можно стереть это просто тоже полезная формула которую не обязательно каждый раз выводить если ее помнить нет но но да даже без вообще без точки тут надо поставить скобочка а будет просто dp а и это же тензор второго все хорошо а теперь dp можно выразить через градиент будет соответственно d r умножить на градиент d r со стрелочкой . градиент это вот dp и на и нет ну вот тут нет а вот так а вот эти нет а и вообще за скобками нет d r не подожди а вот потом так как подождите во первых и тут еще есть один неприятный момент поскольку это скалярная величина без колеса градиент п вот это все в скобочки берется нет не вот это а вот d r на градиент п в скобочке вот так вот это же dp а вот теперь нужно как-то это переписать так чтобы d r было за скобками и вот тогда-то появится вот здесь принесу ну нужно вот вот мы хотим найти градиент на самом деле вот этого вот мы нашли дифференциал но теперь желательно выдавать 4 желательно это все теперь записать вот так d r на нечто нужно сообразить а что же будет за нечто чтобы получилось то же самое что-то и что-то будет из и из градиента п амер ну давайте я вам скажу мне в ними надо поставить начинку и и градиент п будет тензор 3 ранга нет в другом порядке есть радиента здесь и вот давайте проверим вот умножаем вот . ставить все нормально значит вот значит вот это и есть градиент п на и но надо полюбить не так хорошо а как теперь из градиента получить дивергенцию вот у вас написано да и на и надо умножить нет давайте прямо воспользуемся уже тем что найдено ну и опять вот давайте вот так значит что делает вот такое умножение вот если тут какая-то была поляда неважно какого ранга то перемножаются первые два вектора да вот если было я тут был бы а1 а2 а3 то будет так а1 умножить скаляр на а2 и все это на а3 то есть фактически получается так что вот эта операция если тут ставить вектор она преобразует знак цензорного умножения в скалярное то есть будет просто градиент п вот мы этой эту формулы выводили у нас была со знаком минус вот хорошо ну вот это можно сказать из той же оперы значит будет градиент б просто давайте напишем так ну хорошо так можно просто сразу сейчас градиент б записать вот таким вот образом да значит б штрих ну не по эр а потому что другого аргумента нету б просто б штрих на эр на эр вот значит это вот мы начали с конца значит вот с этим уже все с этим покончим хорошо но это только начал пути а теперь давайте смотреть значит вот тут вот это самое хитрое слагаемое тут есть три со множителя но это будет просто два 2 диагенция ер на ер умноженное плюс еще не тут не совсем так давайте давайте вот теперь вот здесь сотрем и опять некоторые упражнения проделаем которые для этого случая пригодны давайте найдем градиент диагнозе градиент диагнозе а на б где а и б и векторные поля градиент диагнозе а на б и опять скобочка на поставить на чтобы найти градиент надо взять дифференциал д ну б вот очень хорошо порядок менять как правило нельзя в тензорных равенствах так очень хорошо теперь да а можно выразить через градиент а градиент а вот тут уже да будет вот так и на и на б плюс вот а вот тут будет ну на самом деле на данном этапе ничего сложного д градиент градиент все бы хорошо как др где-то не там находится вот здесь он где нужно на слева вот если вы смотрите если было вот этот вектор на этот энзор второго рана когда вот какие-то сложности там с распорядком нужно взять разложимый тензор то есть вот тут а1 допустим а тут а2 а тут а3 и др получается умножается на а2 а нам нужно чтобы др умножался на первый вектор значит нужно взять и замер 2 2 1 3 все теперь все ясно значит может сразу написать градиент а на b равняется ну из первых слагаем градиент а на b 213 и замер вот так что вот с этим слагаем не так просто и несмотря даже на то что данном случае и а и b это гер но все равно же будет в этот форму проявили так но прекрасно а давайте теперь вот это может теперь стереть чтобы не мешало давайте теперь найдем дивергенции нашли градиент можем найти дивергенции но опять нашли скобки так не любит не понятно нет подождите ничего подобного но это же одно только слагаем а а у вас так и 2 а вот так ну ловко так ну давайте смотреть значит когда мы умножаем и на градиент а то получается просто дивергенция а берем ее в скобочки на б с этим хорошо а теперь давайте разбираться а что же будет давайте честно напишем и умножить вот на это вот на изомер двумя точками и вот и спрашивается а нельзя ли как-нибудь от этого изомера избавиться вот мы знаем что можно взять если подходить соответствующие изомер от каждого из со множителей то можно произведение меняется а вот если взять здесь изомер такой еще раз два один три то есть мы поменяли первое второе и еще раз поменяем тогда получится исходный а для этого надо и от и тоже взять соответствующий изомер то есть транспонент вот и транспонируем хоть мы знаем что это формально напишем вот замечательно теперь мы вспоминаем а и транспонируем просто и берем и стираем и получается теперь опять вспоминаем как вот действует вот это произведение вот это пылесо заменяется на точку вот это правильная формула дивергенции а на b два слагаемых первое дивергенция а умножить на вектор b а а второе слагаемое а умножить на градиент прекрасно давайте теперь применять к е р на е р так если у нас а вергенция е р то это будет 2 делить на 2 опять это вот отсюда следует на и умножаем если мы умножаем на и то тут будет 3 минус единица делить на 2 делить на е так и дальше плюс ну давайте прям запишем честно в числителе и минус е р на е р так вот тут точка и делить на е так вот тут точка и делить на е так ну и давайте смотреть а вот это чему равно е р на е это е р это е р а е р вот на эту диаду тоже е р значит будет 0 что не удивительно потому что и минус е р на е р это проектор на плоскость ортогональную е р и поэтому е р умножить на плоскость ортогональную е р будет 0 значит это просто ноль отчетки и действительно остается вот только вот это ну и еще и еще остается вот эта штука от нее надо брать градиент градиент по этой формуле и умножить вот на этот ну в принципе когда мы берем градиент по вот это надо было сюда перетащить поэтому давайте это в конце хотя в данном случае будет поскольку тензор симметричный вот так вот напишу просто и все вот так вот так ну и тоже лучше здесь будет альфа штрих минус бета штрих да вот по вашей этой формуле альфа штрих минус бета штрих альфа штрих минус бета штрих а потом вот тут я и он будет умножаться на да ну не обязательно так ну и будет просто давайте все собирать все так что видите все это раскладывается на такие шаги назовем их так элементарные операции их довольно много не говоря о том что у нас еще есть целая куча формул которые были известны заранее ну давайте прямо писать бета штрих е ну аргументы да ну хорошо вот это все должно равняться нулю а бета штрих сокращается я вам подскажу бета штрих сокращается а вы не сокращается ну давайте про прям запишем вот не перенося ничего значит альфа штрих давайте альфа штрих плюс 2 альфа делить на альфа штрих равняется нулю а это не почему нерешаемые тут есть определенный производ ну например вот смотрите если взять случай бета равно нулю давайте некоторый частный случай посмотрим ну просто альфа штрих да вот в этом случае вот такое поле это только радиальные получается натяжение видите как оно устроено как кулоново ну обратно пропорционально квадратово вот это натяжение так ну хорошо а можно рассмотреть случай допустим альфа равно бета это совсем простой альфа штрих констант то есть это будет постоянное сферически симметричное поле ну и понятно что можно и какие другие рассмотреть допустим ну взять допустим альфа равно 2 бета или там 2 альфа равно ну то есть вот на самом деле на самом деле уравнение можно записать так вот равно и считать что бета мы какой-то задаем бета от f а уравнение решается ну и как обычно это линейное уравнение частные решение однородного плюс неоднородного плюс общее решение однородного ну в общем вот во всяком случае вот это уравнение понятно что у него много решений то есть много существует сферически симметричных равновесных полей ни одно ну смотрите вот сколько давайте я пробегусь по этой задаче так в припрыжку на сколько тут нам формул понадобилось во первых вот эти все формулы которые были выписаны и получены раньше они нам как видите все пригодили кроме того нам понадобились еще вот какие формулы ну например формула такая градиент а на b да и дивергенция соответственно а на b вот такие две формулы нам понадобились да вот у нас было там а на b это е r на е r вот это самое пожалуй было такое заковыристое место потому что там возникал а этот самый изомер на самом деле вот эту дивергенцию проще найти с помощью бронебойной формулы вот так нет почему ей это какой угодно базис а никак а никак найдется просто вот эту формулу которую мы вычисляли дивергенция а ну давайте проделаем чтобы было ясно какое имеет отношение вот чтобы вспомнить как почему мне пришло в голову назвать эти формулы бронебойными это мой личный термин потому что они броню пробивают вот смотрите сейчас будем пробивать броню значит дифференцируем ну я буду писать по и е и т с волной умножить а тут будет д а по д е и т на б плюс а на д б по д е и т на б плюс а на д б по д е и т а мы это можем записать и сумма это будет дивергенция а а здесь здесь немножко хитрее смотрите тут будет такие слага будут е и т с волной умножить на а на д б по д е и т а мы это можем записать вот смотрите и как это выполняется значит е и т с волной скалярно умножается на а и результат умножается вот на с вот а мы можем это переписать вот так а умножить на е и т с волной на д б по д е и т и ясно что будет тот же результат ну е и т с а е и т с волной на д б по д е и т при суммировании даст градиент б вот так бронебойные формулы и действуют в этом их бронебойность понятно да так прекрасно значит вот это нам понадобилось формулы и еще на самом деле одна да но я уже не говорю о том что еще была формула по ходу дела такая дивергенция от бета и равняется просто градиенту бета независимо независимо от того является бета сферически симметричной функцией или не является все равно и еще одна формула вот такая дивергенция ну допустим фи на какое-то тензорное поле ну второго ранга ну не знаю так мы его обозначим с ну и как то здесь опять это можно через бронебойные формулы можно находить градиент но в общем результат будет такой фи на дивергенцию с плюс градиент фи на с вот потому что у нас есть там и такого типа полагаемое и вот фактически эта формула ну у нас там с это вот эта самая диада но неважно вот эта формула справедливая в общем случае то есть вот есть целая куча формул таких вот скажем так тензорного анализа которые ну либо можно помнить какие-то помнить такие если не помните выводить причем выводить можно по-разному и в лоб и с помощью бронебойных формул в каких случаях удобно одно в каких то удобно другое бронебойные формулы во многих случаях удобно вот значит вот целая куча всего в этой задаче используется а в итоге получается видите довольно простой результат там некоторые уравнения которые связаны между собой альфа штрих альфа и б так ну ладно так что видите полезная задача сколько в ней всего по намешиванию то самое смешное больше не менее позабавил вот прислал решение или попытку решения нурадин тадыгизалу он нашел градиент а правильно и не смог его умножить на их двумя точками правильно получил какую-то ерунду то есть градиент найден был правильно это достаточно сложное выражение выражение и казалось бы потом чего сложного умножить на и начал чего-то там выражать и через е и т на е и т и запутался и получил не то то есть казалось бы уже когда градиент а найден то умножить на и уже ничего ничего сложного нет но все равно так сказать всем кто пытался активность зачтена несмотря даже на то что никто значит результат окончательно не получил неважно во что пытались пытаться надо так все там у нас с вами по времени так ну ладно довольно много мы времени на эту задачу потратили но я считаю что оно того стоило значит вот разобрали целую кучу формул как тензорная алгебра так и тензорного анализа так давайте теперь такую весть делаем вот я неоднократно упоминал что вот трехмерное пространство это обладает таким уникальным свойством что в нем есть операция векторного произведения пары векторов но на самом деле эту операцию если ее по-другому интерпретировать что более естественно и вести ее через объем то можно это понятие векторного произведения векторов обобщить на н-мерное пространство но правда тут будет одна особенность если в трехмерном пространстве векторное произведение определяется для двух векторов то в н-мерном оно будет определяться для n-1 вектора а в остальном это будет абсолютно аналогичная операция давайте попробуем забраться почему и как это делается значит вот я напомню что вот есть ну и собственно говоря вот если векторное произведение введено независимо то v от u v и w это не что иное как смешанное произведение u на векторное произведение v на w но вот эта же формула она является ключевой для того чтобы определить векторное произведение через объем смотрите вот если v и w фиксированы а u всевозможные рассматриваются то тогда ну понятно что здесь вот стоит какой-то вектор и всевозможные скалярные произведения u на этот вектор а давайте посмотрим что стоит в левой части если v v и w фиксированы значит в левой части стоит трилинейная форма объем трехмерный трилинейная форма но если v и w фиксированы то по отношению к u это линейная форма таким таким образом вот если мы фиксируем пару векторов вот в этой форме объема то объем превращается в линейную форму а каждой линейной форме соответствует вектор вот вот мы вообще такое рассматривали что есть соответствие между линейными формами и векторами какое вот если у нас есть а от у то существует и при том единственный вектор а такой что линейная форма является произведением этого вектора а на вектор у значит вот в данном случае получается так что объем как трилинейная форма при фиксированных двух векторах это линейная форма от первого вектора и ей соответствует какой-то вектор и вот этот вектор это и есть векторное произведение двух вот этих других которые фиксируют получается так что вот если теперь давайте перейдем отойдем от трехмерности а если у нас есть n-мерный объем ну давайте зафиксируем для удобства первый вектор а потом обоим будет u1 u2 и так далее u n-1 а последний вектор мы назовем какой-нибудь другой v или w чтоб с объемом не путать не путать значит если мы фиксируем векторы u1 u2 и так далее у n-1 и рассматриваем это как функцию от w то это линейная форма ну потому что любая поле линейная форма в том числе объем она линейно зависит от каждого аргумента если все аргументы кроме одного фиксируем то это линейная форма вот так вот я подчеркну те которые фиксируем значит эта линейная форма от w она задает какой-то вектор ну назовем его как-то а а на w и вот этот вектор а и естественно назвать векторным произведением в н-мерном пространстве векторов u1 u2 и так далее у n-1 вот такое страшное какое-то векторное произведение непривычное да мы привыкли что вверх на этот день двух векторов а тут n-1 но в случае 3 n-1 это и есть 2 когда n равно 3 n-1 равно 2 ну и какие свойства этого вектора вот оно давайте вспомним вот векторное произведение оно задает вектор ортогональной плоскости натянутой на вот сомножители давайте убедимся в том что то же самое будет и здесь только тут не плоскость будет а гиперплоскость гиперплоскости в н-мерном пространстве называется n-1 это однородномерное пространство и вот если мы рассмотрим вот такое n-1 пространство натянутые вот на эти векторы да вот такое вот мы сегодня использовали вот это вот обозначение спен вот у1 и так далее у n-1 вот нетрудно доказать такое утверждение что вот этот вектор а он ортогонален вот этому вот ортогонален вот этому вот подпространству почему а очень просто значит что значит ортогонален это значит что если мы в качестве w возьмем линейную комбинацию u1 u2 и так далее у n то получим 0 но это так и будет если мы вместо в качестве w возьмем линейную комбинацию этих векторов то объем равняется 0 по свойству объема значит получается вот это вот странное векторное произведение которое вот так определено задает вектор нормали к гиперплоскости натянутой вот на эти векторы точно так же как обычное векторное произведение задает нормаль к плоскости так что вот с одной стороны действительно вот векторное произведение это уникальная такая операция на самом деле вот поскольку она естественным образом связана с объемом и может быть даже более правильно было бы ее изначально выводить через объем вот так сказать объем объем это самое вот такое геометрически понятное как бы сказать наиболее геометрически понятная величина объем ну такой геометрический объем то есть он может быть и положительным и отрицательным вот и через него можно задать векторное произведение а тогда вот совершенно естественным становится и вот это определение такого странного векторного произведения n-1 вектора ну ладно это в общем так некое такое отступление алгебраическое но мне кажется оно тоже полезно ну чтобы вообще вспомнить что такое объем какие свойства объем так что мы очень часто ими пользуемся ну в механике естественно в основном это трехмерный объем бывает даже так исключительно но все равно и когда-то когда-то и другие бывают так ну хорошо это собственно говоря получается так нисколько не столько задача сколько вот мне хотелось это как-то все-таки обознать что можно ввести вот такую странную операцию она будет иметь примерно такой же смысл как векторное произведение в трехмерном пространстве вот а теперь вот давайте вспомним у нас с вами мы делали в осеннем семестре задачку сорок седьмую из задачника там нужно было найти выражение для тензора инерции ну дискретной системы точек и непрерывной в общем ничего там сложного не было я просто напоминаю об этом потому что вот те задачи которые дальше на этой основе возникают они предполагают использование этой формулы ну я более-менее напомню начало может потом кто-то у доски ее доведет до конца значит что такое тензор инерции значит вот если у нас есть ну неважно распределенное тело или это набор материальных точек давайте будем поскольку механика сплошных средств будем считать распределенную систему значит вот момент импульса относительно точки r0 это вот что такое интеграл по области занимаемой телом r-r0 векторно вот так как раз на самой операции ровное dv вот так момент импульса а если у нас тело вращается вокруг оси проходящей через точку r0 с угловой скоростью фи с точкой то в этом случае v будет равно фи с точкой умножить вектор на r-r0 фи с точкой фи с точкой и тогда вот если я сразу же ну давайте неважно продолжил это равенство то получится mu равняется интегралу по b rho а дальше будет r-r0 умножить векторно на фи с точкой умножить векторно на r-r0 dv да нет тут все скобки нужны а как иначе не понятно будет что на что умножается вот ну и ясно что фи с точкой то есть вот эта вот вся штука как-то линейно зависит от фи с точки ну вот для того чтобы в этом совсем убедиться надо просто воспользоваться формулой бац минус цап и записать вот это выражение чтобы там как оно явно значит это интегральное выражение во что оно превращается ну давайте вот что я уже тут мне надоело стоять у доски давайте кто-нибудь еще вот пожалуйста продолжать вот вот так вот это я вам даже нарисую а вот это у б а вот это ц ну ц вектор здесь ну ро никуда не денется ро надо написать нет внутри ро ведь от r это не константа скалярный на себя ну или Либо квадрат модуля. Ну а что такое вектор в квадрате? Салтутова скалярная. Ну смотрите, вот здесь. Фи с точкой, это же константа, а все тело вращается в угловую скольфину. Значит, вот это просто интеграл. Ро на квадрат модуля r минус r 0. И вот этот интеграл умножается на фи с точкой. Давайте теперь смотреть. А вот это нельзя как-нибудь? Тут вот фи с точкой. Как написать? Значит, понятно, что тут будет какой-то тензор второго ранга. И умножается на фи с точки. Причем этот тензор второго ранга довольно простой будет. Ну а не сходу, соображайте не сходу. С разбегу. Понимаете как? Мы хотим его представить вот в таком виде. Получается, у нас дело r минус 1, а r минус 1 будет. А может прям там? Сей, да и написать. r минус r 0, тензор на r минус r 0, на фи с точкой. Так, вот если вот эту точку подмалюйте получше, чтобы она была видна, да. Ну хорошо. Значит, ясно, что здесь вот можно фи с точкой из-под знака интеграл внести. Здесь тоже. Но чтобы вот, вот смотрите, здесь стоит тензор второго ранга. А можно как-нибудь сделать, чтобы здесь тоже стоял тензор второго ранга? На i. На i. И тогда вот теперь, а давайте теперь все вместе. Вот это стираем. И будет сейчас равно... Да чего тут особо далеко переносить. Хорошо, понятно. Так, фи с точкой мы выносим? Нет, подождите. Фи с точкой будет, ну вообще в данном случае все равно, что справа, что слева. Но давайте будем уже придерживать такого. Будет интеграл по b. Так, у нас остается. Вот у нас остается вот всякая величина. И i. Так, у нас 1, 0, квадрате, i. Да. Вот это величина. Да. Все, выкрываем скобочки. Д, в. Ну и теперь вот давайте вот это все, вот это. Возьмем большие такие скобки. И умножим на фи с точкой. Вот. И вот то, что умножается на фи с точки, называется тензором инерции. То есть, вот мюл, давайте так напишем. Это и есть тензор инерции на фи с точкой. И вот мы его нашли. Вот он тензор инерции. Ро. Ро это не объявляет константа. Ро от R. Ро, вот тут вот такой шаровой тензор. С таким вот множителем. R минус R0 в квадрате. Модуль. И минус диада R минус R0. Вот. Значит, это момент инерции относительно точки R0. Значит, вот это вот был результат задачи 47. Вот. А теперь мы будем ее использовать. И вот попробуем. Это называется, кажется, теоремой Гюгенса-Штайнера, что ли. Что момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс. Относительно произвольной оси. Но мы сейчас сообразим ещё, как момент инерции относительно оси связан с тензором инерции. Очень просто связан. Момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс, меньше любого другого. Момент инерции для оси параллельный данному вектору. Так, давайте вспоминать. Ну и ладно, может быть, уже с вас хватит. Мы можем даже говорить, насколько получается. Ну, это, по ходу дела, и появляется там, да. Значит, что такое момент инерции относительно оси? Значит, вот допустим, что у нас есть какая-то ось, направляющая вектором Е. И фи с точкой равняется некоторому скаляру, назовем его только фи с точкой, на Е. Тогда, значит, вот в правой части будет И с крышкой на Е и умножить на вот эту фи с точкой. И мю, вообще говоря, значит, вот что будет у нас. Мю будет равняться Ж на Е на фи с точкой. И вообще говоря, мю не коллинеарен Е. Он может быть не коллинеарен Е. Но если мы мю теперь спроектируем на направлении Е, то мы получим тогда вот такую вот тут комбинацию. Е на Ж с крышкой на Е на фи с точкой. Вот эта комбинация, единичный вектор справа и слева, значит, на тенсор момента инерции, это и есть момент инерции относительно оси. Вот это и называется. То есть мы берем угловую скорость, которая направлена по оси. Понятно, да, что если бы у нас была настоящая ось, мы проткнули бы как бы тело и вращали вокруг этой оси, то угловая скорость может быть только параллельной оси. Но при этом тенсор момента импульса может быть не параллельной этой оси. Но если мы спроектируем момент импульса на эту ось, то вот мы получим вот такую величину, которая линейно зависит от величины угловой скорости. И вот это и называется моментом инерции относительно оси, проходящей через точку R0, поскольку мы тенсор инерции вычисляли относительно точки R0, и с направляющим вектором Е. Значит, вот это и есть вот тот самый момент инерции, про который идет речь в этой теории. Теперь осталось вспомнить, что такое центр массы. Много всего приходится вспоминать, да? Значит, центр массы – это такая особая точка, радиус-вектор которой характеризуется следующим образом. Rc – это вот радиус-вектор центра массы, умноженный на массу, а масса – это интеграл от R0. равняется интегралу по B от ρ на R на dV. То есть, радиус-вектор центра масс получает следующим образом. Надо вот взять такой интеграл и разделить на всю массу. Это как бы некое усреднение R с весом ρ. И отсюда, если все перенести в правую часть равенства, то получится замечательное равенство, которое как раз характеризует центр массы. Интеграл по B, ρ, а тут будет R, минус радиус-вектор центра масс, dV равняется нулю. То есть, вот такой вот интеграл, где в качестве начала вот этих радиус-векторов взят центр масс, такой интеграл будет равен нулю. Ну, у вас похожие формулы в Теормифе были, только там были не интегралы, а суммы. И массы, значит, m, i, t, r, i, t. Ну, а для сплошных тел эти суммы просто превращаются в интегралы, а вместо m, i, t, r. Ну, это то же самое. Значит, вот важная формула, которая характеризует центр масс. ρ на r минус rc, dV равняется нулю. Ну, и дальше, дальше давайте найдем первое, да? Вот у нас есть выражение для тензора инерции. Вон оно. Вот. Давайте найдем из него выражение для момента инерции E, ножи с крышкой на E. Это несложно. А вот потом, потом надо как-то проанализировать, а что, как это выражение связать с выражением момента инерции не относительно оси, проходящей через r0, а относительно момента инерции, проходящей, относительно оси, проходящей через центр массы. Ну, давайте последовательные действия, последовательные шаги совершать. Значит, вот есть выражение, да? Вот это вот у нас, давайте вот так сотрем, фи с точкой сотрем, и вот это у нас не что иное, как g с крышкой. g с крышкой относительно точки r0, а не относительно rc. Ну, неважно. А теперь давайте первый шаг, который нужен в решении этой задачи. давайте найдем e ножи с крышкой на e. так, ну вот у меня как-то периодически возникает желание кого-нибудь там с задних рядов приглашать, кто не очень как рвется к доске. Есть люди, которые любят выходить к доске, а есть люди, которые не рвутся к доске. Но все равно же нужно вот активности набирать эти. желательно, во всяком случае, да? Ну, давайте вот, что тут? Вот довольно простая структура. Вот тут единичный тензор. Если единичный тензор справа и слева умножить на e, чем е единичный вектор. Ну, давайте, это промежуточная задача вот такая. e на i на e. Чему это равно? А е единичный вектор. Единица. Значит, замечательно. Можно это теперь стереть. Ну, все равно надо писать, интеграл, да? Он никуда не денется. Интеграл по b. Ро. Ро. Все. С первым слагаем больше ничего не будет. Так, теперь второе слагаем. Ну, ро тут за скобочками, да? Вот так вот. Второе слагаем тоже на ро. Значит, с минусом. Так, ну, давайте, да, не будем даже вот пока что продолжать. Мы отправимся. Может, прямо здесь мы проведем вычисление. Значит, это вот диада, да? Ну, здесь получится столярное произведение. И здесь такое же. Значит, будет вот это столярное произведение в квадрате. Значит, можно все стереть. Вот это вот. Написать е. Не, ну, что-то так далеко-то от минуса. Будет рядышком с минусом. О, и все это в квадрате. Теперь скобочки закрываем большой, да? ДВ. О, вот это и есть уже момент инерции. Да? Так, ну, хорошо. Значит, вот это выражение нам уже не понадобится, поэтому я его сотру, чтобы оно не мешалось. Вот, а вот теперь самый хитрый ход. Ну, это так условно говоря, даже скорее иронически. Не такой уж он хитрый. Можно написать так. r минус r0 равняется r минус rc прибавить rc минус r0. И при этом заметим, что вот это это постоянно и там же у нас интегралы, а вот это постоянно. Хорошо, давайте теперь запишем каждый из этих слагаемых, вот которые в скобках, с учетом вот этого вот разложения. давайте не модуль, чтобы легче было усилить, надо взять просто скалярный квадрат. r минус r0 скалярный на r минус r0. точечка. к'эр меэр. т.е. 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 Ну да, так просто удобно для наглядности. Ну хорошо, но это, факт, есть квадрат суммы, только скалярный квадрат. А давай только здесь, а то там все равно не уместится. Будет как-то рваться все это. Да, скалярный на себя. Ну да, причем именно удвоенное произведение, поскольку скалярное произведение, она симметрична. Так, прекрасно. Значит, если мы теперь это будем подставать, вот порассуждаем. Значит, вот если мы будем это подставлять в интеграл. Ну, хорошо, да, это у нас еще только часть, да, давайте еще второе тоже. Ну, или даже, подождите, давайте вот с первым разберемся. Значит, что это даст? Значит, вот, во-первых, появится вот такое слагаемое. Ро, интеграл, вот это. И это то, что у нас даст вклад в момент инерции относительно оси, проходящей через центр. Вот это будет просто какая-то положительная, неотрицательная константа. А вот самое интересное, что произойдет вот с этим слагаемым. Вот мы его будем умножать на ро и интегрировать по всему объему. И я, как бы, настойчиво призываю взглянуть вот на эту формулу. Да, то есть вот так, давайте прям так, стрелочку. Ноль при интегрировании. Значит, вот останется только вот это и вот то. Причем то это константа, которую тоже выносите под знаками интегралов. Так, хорошо. Значит, теперь давайте со вторым слагаемым так же разбираться. Ну, не знаю, где-то надо место найти, кто-то там уже негде отсюда писать. Ну, или вот здесь можно писать, а здесь еще. Можно и отстереть, да. Но, на самом деле, подставлять-то нужно будет в главе держать. Значит, Е. Ну, возможно, сразу. Р минус РЦ. Прибавить РЦ минус Р0. Вот. И все это в квадрате. Ну, тут совсем просто. Вот это скалярная величина. Вот это тоже скалярная величина. У них будет просто квадрат суммы. Давайте выписать. Спасибо. Спасибо. Ну, и хорошо бы где-то раз. Вот, одни хотя бы. Ну, все-таки, а те уже нельзя. Так. Прекрасно. Это удвоенное критение. Наконец. В квадрат. Так. Ну, и вот давайте попробуем собрать. А вот с этим что произойдет при интегрировании? То же самое, Е константа. Ну, двойка константа, Е константа. РЦ минус Р0 константа. Значит, все это выносится так или иначе по знаку интеграла. Остается интеграл от Ро на Р минус РЦ, который дает 0. Поэтому тут так же пишем. 0, ну, короче, при инт. А то интегрирование очень длинное слово. Так. Ну, Грозово, давайте теперь подведем итог, что получилось. Ну, давайте прям вот первое, что останется, это здесь можно РЦ просто вместо нолика подписать. РЦ и здесь РЦ. Да? И еще одно слагаемое будет. Вернее, ну, фактически два. Да? Которые получатся вот из этих вот. Из константа. Вот где они? Да, значит. Ну, давайте вот здесь вот сотрем, сейчас сообразим, значит, что там будет. Значит, будет, собственно говоря, под знаком интеграл такая же. Ну, давай прям, напишем сначала интеграл. АП. Ро. А дальше будет модуль РЦ минус Р0 квадрат. Минус Е на РЦ минус Р0. И вот это все квадрат. ДВ. Вот. Ну, собственно говоря, вот на этом доказательство фактически заканчивается. Смотрите, вот это момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс с направляющим вектором Е. А вот этот интеграл, он не отрицательный, а вот этот интеграл, он не отрицательный, в силу неравенства Каши Баняковского. Да, вот тут квадрат вектора, ну, на квадрат произведения квадрата модуля Р-РЦ минус Р0 и на квадрат модуля Е, который объединится. А здесь квадрат скалярного противника. Значит, это больше или равно нулю? Все. Просто, а когда равно нулю? Нет, не только. Когда РЦ минус Р0 коллинеарно Е. То есть, если Р0 находится на той же оси, которая проходит через центр массы. Вот и все полностью теорема доказана. Так, это что, это наше время кончилось, что-то уже? Так, ну ладно, нет, мы все-таки кое-что совершили. Давайте, вот одна задача, на мой взгляд, совсем не сложная, будет на дом. Тоже про тензор инерции. Найти тензор инерции, вот такой системы из трех материальных точек. Относительно начала отсчета. Значит, вот есть такая система. Вот, скажем, три оси. Вот это 0. И на каждой оси отложен отрезок, скажем, R1, R2, R3. И на этих, значит, на концах этих отрезков расположены массы. M1, M2, ну и где-нибудь здесь M3. Вот такая система из трех материальных точек. Нужно найти тензор инерции относительно, ну вот, R равного нулю. Мы будем считать, что это вот орто-нормированный базис есть. E1, E2, E3. И вот эти отрезки направлены по осям, вот с соответствующим вектором это убавится. Значит, нужно найти G. Вот такая домашняя задачка. С учетом того, что мы сегодня с вами проделали, тут уже как-то вроде... Вроде как-то и не сложно. А там посмотрим. Все, я уже поменял. Я не всегда спорю. Если меня поправляют правильно, я соглашаю. Так что, Юлия, спасибо. Задачу-то надо не только записать, но и, как вот Иван выразился, порешать. Порешать, а потом еще лучше порешить. Так, ладно. Все, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...